на канал экзогет поступил вопрос в 40 муж уходит к маме что делать понятку своей маме но если муж уходит к своей маме после очередной ссоры конечно это привычка нехорошая потому что если люди поссорились и потом расходятся и не общаются и не видит друг друга и нет возможность для примирения потому что все-таки по телефону труднее примириться надо с глазу на глаз примиряться очок ушел то как примириться тогда но все же в этом есть вина и жены что нашел к маме я имею ввиду ведь можно так спровоцировать человека что человек находясь на пике свои обеды совершенно такие критики уже крайние поступки и вещи начинают собирать все же надо постараться что муж не уходил и если ссора лечится сразу не затягивается надолго то меньше шансов что возникнет какой-то такой критический момент этот человек терпит 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 потом взрывается у нее не хватает сил терпеть уходит лучше такое правило иметь постараться чтобы всякая ссора заканчивалась концу дня еще лучше конечно и мгновенно заканчивать понятно но все же не тянуть до вечера не спать с обедой не тянуть обиду на несколько дней это очень опасно то что обеда начинают въедаться в сердце возникают всякие дурные мысли дело этому способствует и в конце концов уходы разводы и всякие ужасные разделения в которые страдают люди дети и многие многие другие то рядом близкие как быть когда случилась ссора и как быстрее и закончить ну надо понимать что прав не тот на чем на чьей стороне правда человеческая прав будет тот кто прав перед богом а кто прав перед богом тут у кого есть смирение бог гордым противится а смирен дает благодать поэтому слова смиренно иметь себе благодать имеет себе особую силу и она смиренный мысль как вспышка молнии в во мраке бури ссоры одно смиренное слово как яркий свет который озаряет вот этот брак человеческого разделения и человеческая обеда как важно первому сказать прости как важно первым подумать смиренно о другом я себе прежде всего как можно взять ответственность на на себя не прикладывать другого человека если случилась ссора то как бы человек не был прав все равно мы тоже не правы если мы обижаемся с ним участники этой ссоры поэтому еда что прощение попросить есть как посмиряться есть за что взять ответственность на себя прежде всего и если у нас есть такая мудрость если мы хотим быть первым перед богом то ссора закончится то что мы и закончим никто никуда не уйдет не к маме не в никуда не семьи останется рядом потому что смиренное слово она лечит она дает благодать она помогает нам соединиться со христом и вот так бывает что когда между нами христос между мужем и женой христос тогда и сорта никаких не бывает уже на всегда как-то спрашивать а можно ли поставить христа между нами можно и в семье поставить христа между мужем и женой между родителями и детьми если христос там умещается условно говоря если отношения наши во христе отношения наши одухотворены тогда и ссор никаких не будет а случись какая-то буря вспомним об этом смирении об ответственности за ссору и тогда никакого ухода никакого разделения никогда не случится внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео вот и все подпишись вот все вот вот